Книга «Открытым оком», вопрос 1877, 7 том. Тема «Жития». «Жития описывает многое о жизни подвижников. А есть ли такой образ, как бы собирательный, как сейчас описан в книге «Отец Арсений», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из нескольких житий можно собрать такой именно образ по частям, а потом всё это лучшее взять для себя. Мне очень нравятся все «Жития» из первого века, где без всяких причуд, прямо идут за Христом и ничего монашеского. Всё такое простое, понятное, человеческое. Проповедь «Жизнь одного» или «С женой». Но все на проповеди и целые страны приближаются ко Христу. Далее их допросы и казнь. И так просто, так по слову Божию всё до строчки. И кратко, без разных накруток из головы автора, написавшего «Жития», без ложной скромности, стеснительных ужимок и ложного сокрытия своей сути, апостол призывает подражать ему и всем, кого знали в первом же веке, не монахам. 1 Коринфянам 4,16. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Филиппийцам 3,17. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». 2 Фессалоникийцам 3,7,9. «Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам». Евреям 6,12. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Евреям 13,7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Ксения Евсевия, память 24 января. «Никто никогда не видел ее гневающуюся. Такое тщеславие или горделивость не омрачили ее жизни. Лицо ее было всегда смиренно, ум без всякого превозношения, лицо без прикрас, тело, изможденное постническими трудами, сердце ее спокойное, не тревожимое никакими сомнениями». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова